Добрый вечер! Поздравляю, поздравляю с бронзой. Бронза на чемпионате мира – это очень серьезные достижения. Но, как бы, зная все ваши титулы, вы уже и были чемпионом мира, и бронзовый призер Олимпиады. Все-таки надежда была на то, что, а вдруг бы золото, да? У вас у самого такая надежда была или бронза все-таки плановая? Нет, нет, конечно. Любая другая медаль, которая не золотая, это не плановая, это уже чем достоились по факту. Но каждый старт я настраиваю все равно на победу, потому что был чемпионом мира, и потом довольствоваться бронзовой медалью – это, конечно, не мой предел. Я знаю, что я могу выигрывать чемпионаты мира, и стремлюсь каждый старт выиграть. Понятное дело, что предыстория, какая перед чемпионатом мира – это была и травма, и операция, и долгий период восстановления. Для меня это по факту был первый старт после операции. Можно сказать, что бронза, конечно, она хороший результат. Ну, то есть такая бронза с золотым отливом, что называется, получилось, учитывая превходящие обстоятельства. Да, да, многие журналисты так и называют. Но на самом деле, если бы не операция, я бы сказал, что это неудачное выступление. Но по факту все составляющие, я скажу, что это довольно-таки неплохой результат, потому что я теоретически мог очень не бороться на этом чемпионате мира. Тренеры возложили на меня такую ответственность, и я выложился по максимуму. Что смог, то и сделал. Ну, вот вопрос, который у меня, я скажу честно, приходилось общаться со многими известными спортсменами, титулованными людьми, на вопрос, который задаю всегда, вот что все-таки чувствует человек, когда понимает, что он добился весомого достижения. Вот у вас в данном случае бронза, как мы установили, с золотым отливом. Первое ощущение, когда, что называется, ты понимаешь, все, ты призер. Ну, знаете, схватка за бронзовую медаль была, она довольно-таки тяжелая, мы до конца боролись. Это, конечно, это какой-то груз ответственности, с плеч упал. И постепенно, постепенно ты осознаешь то, что ты стал третьим, завоевал медаль, и, как сказать, все, больше и больше в тебе положительных эмоций, ты начинаешь радоваться. Ну, ты в итоге, общаясь с журналистами, ты уже в хорошем расположении духа и радуешься с ними, вместе шутишь и общаешься. Ну, Рязанская школа дзюду на этом чемпионате мира в Челябинске была, помимо вас, представлена еще и Михаилом Пуляевым, и Андреем Волковым. И, что отрадно, ваша бронза, серебро Пуляева и командное серебро Волкова. То есть, по сути, каждый из рязанских борцов остался с медалями там, да? Закономерный успех, как считаете? Да, как бы это закономерно, потому что в сборной, помимо нас троих, есть ребята, это Панасенков Юрий, это Максим Кузнецов. Мы все в сборной тренируемся и показываем то, что мы достойны на этот день представлять сборную России на чемпионатах мира. И Мишка Пуляева не хватило в Бразилии чуть-чуть до медали. Вот он стал в этом году еще бронзовым призером чемпионата Европы. Так что он ход набрал, и сейчас он лидер категории не только в сборной России, но и в международном рейтинге. Он занимает второе место, ему там совсем порядка 10 очков не хватает до первого места. Так что это закономерный результат, и я скажу, что он очень выдающийся именно для Рязани. Потому что три человека представляли Рязань на чемпионате мира. В прошлом году тоже было представлено тремя. Это я, Миша Пуляев и Юра Панасенков. Но там мы получили медали только в команде. А в личных мы остались без наград. В этом году мы завоевали две личные награды. И Волков Андрей принес серебряную медаль сборной команде России. Помог войти в финал, но в финале не боролся. Ну, я вот, наверное, это все к тому, что, что называется, тьфу-тьфу, дай бог не злазить, по столу деревянный постучим. До Олимпиады осталось совсем ничего, всего два года. И внутренние ощущения, если все пойдет нормально, если не будет травм, ну, как минимум, трое рязанцев будут претендовать на олимпийские медали. Есть все к этому предпосылки? Это очень сложно, чтобы три человека, семь категорий в олимпийской программе. И чтобы половина участников была рязанцев, это, конечно, очень сложно. Но надо ставить выше планку всегда, стремиться. Надеемся, что все получится. И не только попав туда, мы еще завоеваем медали золотые. Иван, вот все-таки, в чем секрет успеха вот именно рязанского дзюдо в последнее время? Три призера чемпионата мира, ну, скажем, по меньшей мере, три реальных претендента вот на сегодняшний момент на участие в Олимпиаде. В чем секрет этого успеха? Действительно ли дзюдо в Рязани, для дзюдо в Рязани делается сейчас очень многое? Я скажу, что, наверное, в Рязани это сейчас лучшее, так скажем, развитие вида спорта олимпийского. Потому что это идет и бизнес помогает, это и помогает и администрация Рязанской области, города Рязани. Хороший тренерский состав. Это и президент федерации у нас хорош. Это и хотел бы отметить Анатолий Зелезанович Шостакова, тоже помогает, помогает создать какую-то материальную базу. То есть спортсмены не думают о финансах, а думают только о тренировочном процессе, тренируются и доказывают, что они готовы завоевывать золотые медали на любых соревнованиях, любого уровня. Ну вот вы упомянули сейчас о помощи со стороны, в том числе и властных структур. Мы тут перед эфиром пообщались, вы сегодня встречались с Витальевичем Артемовым в кабинете, а виделись и в Челябинске на турнире. Удивились, увидев как бы Рязанского мэра среди зрителей? Нет, нас предупредили, что он приедет на командные соревнования. Это, конечно, как сказать, это дополнительный стимул, потому что на таком уровне приезжают, болеют, поддерживают. Это очень дорогого стоит, потому что есть, знаете, есть руководители, которые просто для галочки, человек приехал поболеть, поддержать команду. То есть искренне болеют это. Я скажу, что это вот дополнительный показатель, то, что сегодня вот собралась хорошая команда. Это не только спортсмены, это вообще около спортсменов руководства, которые люди болеют, переживают. И спортсменов подталкивают к вершине, к медалям на соревнованиях. Ну, спорт высших достижений – это одно, а вот массовый спорт – это все-таки другое. И неизвестно еще все-таки, что более важно. Скажите, вот вы чувствуете, что в Рязани у мальчишек, просто у обычных мальчишек есть интерес к дзюдо, есть интерес к спорту. И что больше у нас людей становится спортсменами, приходят в спорт, ведут здоровый образ жизни. Вот есть какое-то такое ощущение, что на правильном пути? Ну, знаете, сейчас как бы тенденция очень большая, потому что приходится отказывать детям. Я не знаю, как в других видах спорта, но вот сюда приходится отказывать, потому что зал полный, зал не может принять. Хорошо бы было, чтобы их несколько было залов по разным районам, чтобы это было именно в спальных районах, чтобы доступно было для детей, чтобы не возить через весь город и в школу. Потому что желающих очень много и невозможно принять сейчас всех. Но руководство города, области думает, как расширить эту базу тренировочную, чтобы принять всех желающих. Это на самом деле здорово, то, что в Рязани так стремятся дети и заниматься спортом, что приходится отказывать. Но надо не отказывать, а находить возможность всех принять. Спасибо, золотые слова. Иван Нифонтов, бронзовый призер Олимпиады и бронзовый призер чемпионата мира, который, напомню, в конце августа завершился в Черябинске. Спасибо еще раз, что нашли время. Поздравляю еще раз с этой бронзой, с золотым отливом. Спасибо. И новых успехов. Надеемся, верим, ждем и гордимся. Спасибо. Это была программа подробностей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова